В Лондоне прошло оглашение комплексного аналитического обзора вопросов безопасности внешней политики и обороны с названием «Воистину достойным страны, остро страдающей фантомными болями былого имперского величия, глобальная Великобритания в конкурентную эпоху, Global Britain in a competitive age». Премьер-министр страны Борис Джонсон представил его в Палате общин британского парламента, по сути дела объявив не просто о значительных переменах, а о шагах, направленных на кардинальную смену Соединенным Королевством своих стратегических намерений в военной и внешнеполитической сфере. Вместо сокращения ядерных боезарядов, резкое наращивание их числа, по сути, новая гонка вооружений с подготовкой к конфликту, для которого уже названы конкретные сроки. Ну и, конечно же, утверждение России в официальном статусе главной угрозы и непримиримого врага. Уважение с ядерным подтекстом. В принципе, ничего экстраординарного в обнародованном документе, как таковом, нет. Подобного рода доклады Лондон порождает каждое десятилетие. Однако нынешние специалисты называют его наиболее глубоким и всеобъемлющим со времен окончания Холодной войны. В принципе, авторы растянули на целых 114 его страниц главная, четкие намерения Британии снова вернуться к статусу сверхдержавы. Изрядно облезшего льва опять потянуло на подвиги. При этом в объемном труде аналитиков четко разграничены приоритеты. Китай в нем представлен как крупнейший системный вызов для экономической безопасности не только Британии, но также всего западного мира, несущий угрозы не одним лишь его интересам и ценностям, а и самому глобальному международному порядку. Тем не менее с Пекином, видя в нем основного торгового партнера, в Лондоне намерены поддерживать хотя бы видимость нормальных отношений. С Москвой совершенно другой разговор. Россия отнесена авторами доклада вместе с Ираном и Северной Кореей к числу стран-опортунистов, которые своими злонамеренными действиями способствуют ослаблению безопасности и снижению уровня стабильности в мире. Одним словом, если не империя зла, то что-то очень к ней близкое. Наша страна прямо называется самой острой и прямой угрозой для Великобритании в настоящее время. Прямо штык от трех линейки. И можно подумать, что хоть когда-то было по-другому. Ну, разве что в те времена, когда Михаил Горбачев униженно бил поклоны перед Маргарет Тэтчер, которая впоследствии милостиво вывела в свет высших эшелонов западной власти этого Иуду и направляла его на пути разрушения СССР. Во все остальные времена Великобритания была последовательным, самым коварным и опасным врагом России. Просто это далеко не всегда оглашалось открыто. Билли, как правило, из-под сейчас в доклад включены предельно лицемерные слова о том, что Британия, видите ли, испытывает искреннее уважение к России, ее истории, культуре и народу. Страну нашу Лондон, оказывается, любит чуть ли не всей душой, но вот с ее властью находится в самой, что ни на есть, жесточайшей конфронтации. Она, эта самая власть, очень плохая, поскольку активно отстаивает в соседних странах интересы России и явно намерена делать это и впредь. По мнению Лондона, отстаивание национальных интересов прерогатива исключительно белых сахибов, а не всяких там. Поэтому нашу страну намерены сдерживать. Более того, привлекать к ответственности за нарушение неких норм и правил, разработанных и утвержденных, понятное дело, представителями высшей англосаксонской мировой общественности. В общем, обычное дело и вроде бы ничего нового. Однако под все эти ритуальные песни, британское правительство намерено протащить ряд решений, означающих резкую милитаризацию страны. Самое, пожалуй, главное среди них, это оглашенное Джонсоном намерение не только полностью прекратить идущий сейчас процесс сокращения британского ядерного арсенала, но и начать его существенное наращивание. Согласно задекларированным в 2010 году планам Лондона, количество единиц атомного оружия, которым располагает эта страна, к 2030 году должно было уменьшиться до 180 единиц. Теперь же, согласно заявлению премьера, это число, напротив, будет увеличено до 260 боеголовок, то есть на 40 процентов. И вот тут возникает весьма щекотливый вопрос. А как данный шаг соотносится с договором СНВ-3, не так давно продленным Вашингтоном и Москвой? Ведь вооружение союзников США по НАТО в нем никоим образом не учитываются. Соединенные Штаты, возможно, что-то и сократят. Да только британцы при этом нарастят количество тех же Trident, нацеленных на нашу страну. Не останемся ли мы таким образом, простите, в дураках? Борис Джонсон и ситуационная комната Вообще говоря, стремительно увеличить свой военный потенциал Туманный Альбион намерен не только в сфере ядерных вооружений. Утверждая, что к 2030 году ядерная, химическая либо биологическая атака на Британию станет реальной возможностью. И традиционно не приводя никаких обоснований такого прогноза, авторы доклада призывают к укреплению обороноспособности. В правительстве этот призыв поддерживают со всем возможным рвением и энтузиазмом. В ближайшие четыре года оно планирует ассигновать на военные нужды 80 миллиардов фунтов стерлингов, более 111 миллиардов долларов. На протяжении грядущего десятилетия эта сумма может составить и все 200 миллиардов фунтов, около 280 миллиардов долларов. Только на модернизацию военной инфраструктуры, по словам Бориса Джонсона, его кабинет в самое ближайшее время намерен потратить 24 миллиарда фунтов стерлингов, около 33 миллиардов долларов. Также в британской армии весьма остро стоит вопрос обновления танкового парка. Сделанный не так давно в тамошнем парламенте комитетом по обороне его палаты общин, доклад о состоянии бронетанковых войск страны произвел на депутатов эффект холодного «Д равно уша». Авторы документа вынуждены были признать, в случае реального столкновения с армией России, лучшие в мире, как они утверждают, солдаты Соединенного Королевства найдут бесславную гибель, не имея ни малейших шансов на победу. Основной танк британской армии Челленджер 2 представляет собой, по откровенной оценке членов комитета, безнадежно устаревшую машину, не подвергавшуюся никаким модернизациям или усовершенствованиям с конца 90-х годов прошлого столетия. Более того, количество даже этих старичков в армейских рядах за последние 30 лет сократилось в шестеро, и составляет сейчас менее 230 единиц, готовых к бою. Самое интересное, что согласно озвучивавшимся еще не так давно планам военного ведомства Британии, количество танков должно было быть уменьшено еще на треть. Также до числа в 72,5 тысяч человек предполагалось снизить общую численность личного состава британской армии. Тот же Джонсон заявлял, помнится, о возможном увольнении из ее рядов 10 тысяч военнослужащих. Право слова, у британских сэров наблюдается нечто вроде раздвоения личности. С одной стороны, они хотят сэкономить на оборонных расходах, и это более чем закономерно, учитывая падение экономики Великобритании почти на 3% только в январе месяца. В стране снова пришлось вводить локдаун из-за повторной вспышки COVID-19. Не способствует ее процветанию и недавно завершившийся Brexit. Банк Англии в связи с этими причинами прогнозирует экономический спад в 4% по итогам первого и квартала 2021 года и считает, что это еще будет не самый худший результат. В свете всего этого, озвученные выше траты на милитаризацию объемом в десятки и сотни миллиардов фунтов, выглядят как-то не слишком реалистично. С другой стороны, Лондону не имется снова стать сверхдержавой, пусть и, как там говорят, использующей мягкую силу. Хотя какое отношение к мягкой силе имеют баллистические ракеты, количество которых там собираются наращивать, не совсем понятно. Впрочем, пока что британцы успешно продвигаются в области скорее виртуальных, чем реальных войн. Тот же Борис Джонсон очень гордится созданием в конце прошлого года национальных киберсил National Cyber Force, которые, обосновавшись на севере Англии и объединив в себе весь потенциал разведывательных и оборонных служб, уже готовы, по его словам, проводить наступательные кибероперации. В том числе и против враждебных Британии государств. Ну, тут смотрим выше. Другим своим несомненным достижением в сфере повышения обороноспособности Соединенного Королевства, премьер-министр считает создание в правительстве еще одного органа оперативного реагирования всех ведомств в кризисной ситуации, некой ситуационной комнаты. Не совсем понятно и ассоциации вызывает разве что с творчеством Джан Роулинг, но звучит солидно, Джонсон и ситуационная комната. Также, весьма существенным моментом, оглашенный накануне британской стратегии, и уже точно вызывающим вовсе не улыбку, является продекларированное Лондоном намерение и далее оказывать помощь странам Восточной Европы в их противостоянии российской угрозе. Особо при этом упоминается Украина, тут уж совершенно конкретно указано намерение способствовать развитию ее вооруженных сил. Опять-таки, вполне предсказуемое решение, Назаложная в последнее время окончательно приобрела относительно Британии статус колонии. Ее президент по приезду в Лондон мотался к главе СИЗ за инструкциями, а английские вояки резвятся на украинской территории, устраивая высадки в подбрюши России, как их далекие предки-колонизаторы где-нибудь в Индии или Африке. Едва ли не главная опасность для России от той враждебной политики, что веками проводила против нее Британия, заключалась и заключается как раз в том, что тамошние джентльмены стараются все грязные и наиболее кровавые дела вершить чужими руками, максимально используя при этом подконтрольных туземцев. Особенно это актуально для дня нынешнего, когда британский лев однозначно находится в далеко не лучшей форме, наращивая ядерные арсеналы и строя новые фрегаты. Во всяком случае, так было обещано Джонсоном парламенту, но убой британцы все-таки постараются отправить кого-то другого. По крайней мере, в первых рядах. Возрождать глобальную Британию собираются, конечно, на чужих костях. Первостепенная задача для нас сегодня – сделать так, чтобы среди этих костей не было русских. Текст озвучен с помощью Яндекс.Пичкать.